Добрый день! Меня зовут Любан Анна Константиновна. Я врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог. Работаю в клинике репродукции генетики Next Generation Clinic. Так получилось, что я родилась в медицинской семье. Несколько поколений моих родственников, в том числе родители, врачи. Мама врач-акушер-гинеколог. И в пятом классе меня отправили в медицинскую школу, после которой был единственный путь. Это первый медицинский институт имени Павлова, лечебный факультет. Соответственно, дорога была прямая. Я помню, как в курсе на четвертом, когда я уже потихонечку начинала посещать дежурство в различных больницах, в том числе в Мариинской больнице, я помню, что мама как-то на одном из дежурств спросила, какой путь дальнейший я вижу, кем бы я хотела в медицине стать. Меня очень привлекала хирургия. Хирурги по несколько суток меня видели у себя на дежурствах на разных хирургиях, выгоняли потом. Мне нравилась терапия, мне нравилось сочетание хирургии и терапии. И, наверное, в гинекологии я как раз и нашла это сочетание. В тот момент, не задумываясь, маме я ответила на вопрос кем, чем. Я сказала, что мне интересно бесплодие, мне интересно решать проблему женщин, которые не могут забеременеть. Спустя несколько лет, уже после, в конце интернатуры, на базе Мариинской больницы открывалось новое отделение вспомогательных репродуктивных технологий и два заведующих, заведующие гинекологии, где в тот момент у меня была интернатура, и заведующие отделением ВРТ, решили мою дальнейшую судьбу и позвали на это отделение, вновь открывающиеся врачом-репродуктологом уже. Когда я туда пришла, я очень любила хирургию, я очень любила оперировать. И у меня получалось, и мне давали оперировать, и до сих пор Волков Николай Николаевич, заведующий отделением гинекологии, если меня встречает, он вспоминает, как я сидела и рыдала белугой, просто рыдала на взрыд в коридоре, когда мне объявили о том, что вот открывается новое отделение, и мне стоит туда пойти. Ну, поплакала, я думала, что там будет скучно, там будет неинтересно сидеть в чистеньком кабинете с чистыми пациентами. Оказалось, нет. Маринская больница работала по ОМС всегда. Одна из первых, кто начинала работать по городским тогда еще квотам, федеральные квоты. И у нас было огромное количество протоколов каждый год. И, соответственно, всем хватало работы и молодым, и немолодым докторам. И поэтому опыт набирался мгновенно. Уже через пару лет я чувствовала себя более чем уверенным специалистом. Это была женщина с трудным фактором, ничего сложного. У нее была уже дочка, ей было, не помню, 7-8 лет, наверное, 10 лет. Я помню, что она на меня смотрела, вот она мне никогда ни слова не говорила, но ее взгляд, вот, было понятно, что она понимает, что я молодой доктор, неопытный, там, может быть, первый, а может, не первый протокол, да, по ней вот это было... По взгляду было понятно, но она никогда ни слова мне это не обмолвилась. Мы провели протокол, получили эмбрионы, заморозки не было, перенесли, два эмбриона. Беременность не наступила, к сожалению. Я, конечно, расстроилась, но спустя где-то год, может быть, чуть меньше, она вернулась ко мне. Она получила новую квоту ЭКО, и она вернулась. Вот в этот момент я очень сильно удивилась, что она вернулась ко мне. Она понимала, что тогда я молодой, неопытный доктор, и я на ней учусь, но она ко мне вернулась. Мы с ней снова провели протокол, за год я уже оперилась, я уже там, работы было много, хватало, поэтому опыт появился уже хороший. И мы провели протокол, получили эмбрионы, перенесли, наступила беременность. И где-то в неделях на восьми, соответственно, я в очередной раз, посмотрев на УЗИ, увидев хороший эмбрион в полости матки, и я ее отправила, соответственно, в женскую консультацию наблюдаться, а сама уехала на свою первую конференцию ЭШРИ, Европейской ассоциацией репродукции. Когда пришли первые ХГЧ, это сразу одновременно две пациентки дали мне первые ХГЧ. Вот первые ХГЧ я чутко запомнила. Я так радовалась, я так скакала по всей ординаторской, приплясывая о том, что да, вот есть, наконец-таки. Когда через неделю одна из них пришла на УЗИ, я увидела плодное яйцо, и я так радовалась. Я была на седьмом небе от счастья. Мне кажется, я радовалась даже больше, чем сама пациентка. Вот эти эмоции, да, я помню, как вчера было. Мне было очень комфортно там работать, там был замечательный персонал, коллектив. Сменялись доктора, сменялись медсестры, но в целом вот этот приятный коллектив, он оставался. Поэтому так долго. Наверное, именно из-за того, что так долго, я и приняла решение оттуда уйти, потому что надо расти, потому что надо двигаться, потому что надо выходить из зоны комфорта. Хочешь, не хочешь, но надо выходить. И сейчас, по прошествии вот нескольких месяцев, я очень рада, что я сделала это движение. Я ни дня об этом не пожалела. Доктор, который видит в пациенте не только деньги и не какой-то орган, да, который лечит всего пациента целиком. И часто у нас даже на приеме, вот я понимаю, что женщина пришла ко мне с четкой проблемой бесплодия, да, но очень часто эта проблема кроется не в матке, не в трубах, не в яичниках, не в сперме партнера, она кроется у нее в голове. И порой, поговорив, мы можем решить многие проблемы, да. Если я вижу решение проблемы, вот четкое решение проблемы, то я его озвучиваю и настаиваю, чтобы мы шли по этому пути, если я не вижу другого выбора. Если же я вижу, что мы можем пойти по одному пути решения проблемы, по другому пути, и эффективность будет и там, и там одинаковая, ничего мы не теряем, да, и я позволю, естественно, женщине выбирать, по какому пути ей комфортно будет идти. Я разговорчивая, я люблю своих пациентов, я люблю свою работу, и я считаю, что я хороший профессионал.